Активная и любознательная Рита Борисова закончила первый класс. В долгожданные летние каникулы девочка проводит в мире занимательной литературы и полезных знаний. Каждое занятие не похоже на предыдущее, рассказывает Рита. За один день в библиотеке Пушкина ребята могут посетить увлекательную викторину, а потом заняться рукоделием и открыть для себя мир русской народной куклы. Мне тут нравится узнавать новое, потому что тут много кружевоплетения. В отделе искусства детской библиотеки имени Пушкина царит атмосфера творчества и фантазии. В этом году занятия в рамках проекта «Ремесленное подворье» посвящены истории народной куклы. Из простых и доступных материалов ребята своими руками мастерили оберег под названием «Зайчик на пальчик». Эта кукла оберегала малыша. Малыш играл с этим зайчиком на пальчике. В отделе искусства детской библиотеки место найдется всем. Сюда приходят и открывают для себя много нового даже те ребята, которые раньше не занимались прикладным творчеством. Главное, как считают библиотекари, это желание постоянно узнавать что-то новое и любовь к чтению. Это фантазию развивают очень хорошо, потому что там есть разные книги. Некоторые науку берут, там есть, если может быть, тут даже есть некоторые учебники. Мне нравится читать больше всего про фантастику. Я вот прочитала, когда первый раз взял, книжку «Тайны звездного странника». Ребята знакомятся с интересными страницами истории, развивают мелкую моторику, учатся усидчивости и вдумчивости. Юные читатели тщательно повторяют за взрослым все этапы создания народной куклы. И через некоторое время на свет появляются те самые обереги, которые много лет назад защищали маленьких детей и имели магическую силу. Самое главное, что наш отдел проповедует и несет нашим читателям, это развитие творческих способностей детей. Через книгу, через вот такие утремесленные подворья. Самое главное, что детям это интересно, они приходят с горящими глазами. И мы видим, что с каждым разом все больше и больше читателей к нам приходят. Занятия в рамках проекта «Ремесленные подворья» проходят каждую среду в три часа дня в библиотеке имени Пушкина. Там же все желающие могут освоить навыки кружевоплетения. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.